Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пресс-центр продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях председатель таможенного комитета Отар Михайлович Хеция и зампредседателя Аляс Михайлович Лабахва. Здравствуйте! Добрый день! Уважаемые коллеги, первый вопрос задам. Я. Затем у вас будет возможность задавать свои вопросы. Расскажите о результатах работы с начала года, с января месяца по сегодняшний день. Какие итоги? С января по сегодняшний день основное усилие Государственного таможенного комитета было принятие платежей в таможенную казну. И несмотря на распространение коронавирусной инфекции и последствия за ней ограничения, была проведена соответствующая работа. Поступление платежей в размере 1 миллиарда 954 миллиона рублей. Это при плане 1 миллиарда 407 миллионов рублей. То есть если смотреть по сравнению с 2020 годом, где-то на 664 миллиона рублей у нас поступление больше. На 139 процентов выполнение плана. Общий товарооборот за этот период составляет 25 миллиардов 988 миллионов рублей. Если сравнивать с прошлым годом, где-то на 7 миллиардов 961 миллионов больше. Баадравец, спутник Абхазии. Аутар Михайлович, Вы сказали об увеличении поступлений в этом году. За счет чего удалось достичь таких результатов? Я думаю, в первую очередь это за счет администрирования платежей, поступления в бюджетную часть страны. И естественно увеличился импорт в 5 раз, можно даже сказать, который в Абхазию входила продукция. Хотел бы добавить администрирование. Слава Аутар Михайлович, администрирование происходит во всех подразделениях таможенного комитета. То есть это четкий порядок работы. Это дело в том, что мы на сегодняшний день пошли навстречу. Это не сегодня, правда, сделано. Это было сделано ранее. Пошли навстречу некоторым нашим. Почему некоторым? Объясню. Участникам внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют поставки товаров, не проходя таможенный контроль на посту ПСОУ. То есть машина, так скажем, если по-простому говорить, пришла машина с грузом, ее таможенное обеспечение, то есть пломбу навесили, и она по определенным идет в Сухум, или в Ачимчиру, или в Гудауту, где уже ее встречают наши сотрудники и осуществляют контроль. То есть это и облегчило, это и ускорило, это и способствовало тому, что идет повышение вот этих платежей. Какие у вас планы на 2022 год? Учитывая положительную динамику вот таможенных органов республики Абхазия, значит, выполнение плановых показателей, как и следовало ожидать, как бы план нам увеличили на 400 миллионов рублей. Это образно, чтобы вы понимали, значит, у нас план годовой на 2021 год составлял 1 миллиард 976 миллионов рублей, на 2022 год, значит, по тем прогнозам, которые, значит, нам, как бы, говорят, будет 2 миллиарда 367 миллионов рублей. Это где-то на 400 миллионов больше, чем в этом году план. Какие показатели на импорт и экспорт? Показатели на импорты и экспорт, значит, за 9 месяцев по импорту товарооборот вырос на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составило 21 миллиард 866 миллионов рублей. Это плюс 8, значит, миллиардов 165 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Товарооборот по экспорту сократился на 10,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это составило 4 миллиарда 122 миллиона рублей. Основной рост товарооборта по импорту приходится на следующие товарные позиции. Это подакцизные товары, горючие смазочные материалы, медикаменты. Получается, показатели импорта и экспорта существенно разнятся. Количество ввозимых товаров намного больше, чем экспортируемых. Как это сказывается на экономике страны? Аляс Михайлович, может, Вы продолжите тему? Ситуация такова, что на сегодняшний день, к сожалению, те производства, которые были задействованы до Отечественной войны, они, естественно, не работают. Поэтому доля экспорта, те продукты, которые завозятся в Республику Абхазии из Российской Федерации, из Турции, они не производятся в Абхазии. Поэтому потребность у них огромная, колоссальная, особенно в период курортного сезона. Это и продукты питания, это и стройматериалы, это и, как уже Армий Михайлович сказал, подакцизная продукция, это и табачные изделия. Поэтому на сегодняшний день экспортируемая продукция, в основном, это продукции сельскохозяйственного производства, это, все мы знаем, мандарины, это хурма, это клубника, буквально в этом году. То есть, того, что должно было здесь производиться, на сегодняшний день, к сожалению, не производится. Поэтому экспортные поставки замещают тот недостаток, который есть сегодня в стране. Поэтому вот такая разница на сегодняшний день в цифрах. Коллеги, есть вопросы у вас? Если есть вопросы, возьмите микрофон. Есть существенные потери по экспорту, по сравнению с прошлыми годами, потому что у нас потери есть в рыбной продукции и вывезет древесины, которая бы все время работала, но, к сожалению, в этом году не было путины, и древесины тоже не вывозили. И вот здесь мы имеем потери по экспорту. Лана, пожалуйста. Лана Свежба, Обсенопресс. Скажите, пожалуйста, мы чаще всего говорим о КПП ПСО. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела на КПП Ингор? Все вы знаете, что у нас торговых отношений с Республикой Грузии отсутствует, никаких у нас договоров не подписано, но таможенное управление, оно там у нас дислоцировано. Основной работой, которой они занимаются, по вывозу орехов, вот они фиксируют, это все прекрасно знаете, это официально как бы разрешено. Вот, и суда только вот в основном ученой клади, что граждане, проживающие в Гальском районе, они заходят, вот их товары проверяются. Вот основная работа вот в этом. Ну и, естественно, да, кроме контрабанды, я еще скажу, значит, вы все знаете, что недавно осуществлялся ремонт Ингургеса, вот именно вот товары, стройматериалы, которые необходимы для строительства столь важного объекта, вот все в основном международные организации, которые занимаются ремонтом этого объекта, они все вот завозят оттуда. Плюс еще и гуманитарные грузы, которые попадают с территории Грузии сюда в Абхазию. Но их тоже немного. Касаемо контрабанды, вы правильно подчеркнули, значит, там есть такая тенденция, но не в тех объемах, о которых там люди могут об этом говорить. Естественно, граница большая, не все ты углядишь. И что самое интересное, контрабандой только называется то, что ты прямо на пересечении ловишь. Вот, а естественно, там уже зона действия пограничных служб. Наши таможенники практически туда не могут попадать, потому что это там разграничено все. Вот, ну и все равно попадаются товары, которые, значит, оттуда завозятся. Это и сигаретная продукция, и мебель, и, значит, сельхозпродукты. Вот, есть даже такие моменты, которые, скажем, в больших объемах, скажем, да, попадает вот на наши рынки сыр, например. И все говорят, вот оттуда. Ну, а сыр как они переносят? Они там в ручной кладе, там, скажем, переносят, там, по одной, по две, там, для себя, скажем. Где-то складируют, а потом в общей массе кто-то покупает и везет на наши рынки, продает вот. Ну, с этим боремся. Вот по всем вот этим нарушениям, контрабандным отделам, за этот период, значит, составлено 168 административных протоколов и одно уголовное дело по контрабанде. Лас Михайлович, вопрос к вам. Ну, сейчас сезон урожая. Какие показатели по вывозу продукции за пределы республики? Имеется в виду цитрусовый? Цитрусовый, другие? Значит, на сегодняшний день свыше 100 тонн вывезено уже мандарин за пределы Абхазии. Вот, на сегодняшний день мы, вот вчера буквально было у нас, у наших коллег было совещание на КПП ПСОЛ с представителями и с нашими коллегами с Южного таможенного управления, самого международного перехода Адлер. Где были поставлены нами вопросы, которые требуют безотлагательного решения на сегодняшний день. В этой встрече принимали участие представители Минсельхоза, карантинные инспекции. Вот, поэтому я думаю, что это, не думаю, я уверен в том, что это примет позитивное дальнейшее развитие событий. Вы все прекрасно помните, как в прошлом году, значит, была проблема с перемещением цитрусовых плодов. Это было связано с так называемой корректировкой стоимости мандарин, по которой в дальнейшем уже в Российской Федерации грузоперевозчики оплачивают все таможенные платежи и налоги, естественно. Вот, я хотел бы так отметить, я понимаю и предвкушаю вопрос по физическим лицам. На сегодняшний день, вот передо мной лежит документ, который называется решение Совета Евразийской экономической комиссии. То есть это пять стран, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это члены ЕАЭСа, которые в 19-17 году, извиняюсь, приняли решение о стоимостных и весовых и количественных нормах для физических лиц. На сегодняшний день действует это правило. Вот с 1 января 2019 года вес перевозимой для личного пользования, значит, туда же и входят и сульхозпродукции, не должен превышать 25 килограмм. Допустимая норма 25 килограмм, ее провозят беспрепятственно только при наличии фитосанитарного сертификата нашей карантинной службы. Свыше 25 килограмм по вот этому решению Евразийского совета, каждый лишний килограмм облагается пошлиной в размере 4 евро за каждый килограмм. То есть на сегодняшний день это приблизительно 332 рубля. То есть, чтобы наши граждане понимали, и вот на ваш вопрос отвечая, значит, 25 килограмм есть, на сегодняшний день это решение никто не отменял. И поэтому, значит, при наличии сертификата беспрепятственный переход через границу. Это и в ручной кладе, это и на личном автотранспорте. А что касается перевозок основного, значит, основного груза, на сегодняшний день Министерство сельского хозяйства ориентировочно планирует урожай, естественно, меньше, чем в прошлом году. Это рекорд был, 55 тысяч тонн, планирует где-то до 27-30 тысяч тонн. Эти поставки будут осуществляться, как и осуществлялись. И вот в связи с этим совещанием, которое было проведено, я думаю, оно даст позитивный результат, и таких проблем будет меньше у нас на границе. В прошлом году, вот мы все помним, были проблемы с перевозкой грузов через госкраницу. А с чем это было связано? И в этом году такая ситуация может повториться? В прошлом году, вы знаете, что был коллапс, на самом деле проблема была, но в итоге эта проблема была решена. В этом году, чтобы вот таких проблем не возникало, буквально на той неделе в Государственном таможенном комитете было проведено совещание с всеми структурами, службами государственными, негосударственными, некоммерческими, которые, значит, прямое отношение имеют именно к вывозу сельхозпродукции. Это Министерство сельского хозяйства, карантинная служба, торгово-промышленная палата, госстандарт. Вот все они, значит, высказали свое мнение. Есть общее понимание в этом для создания благоприятной ситуации для наших граждан. В таком же составе, значит, буквально вчера на МАПе Адлер было проведено совещание с представителями Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Все эти вопросы обсуждались. Очень довольны и наша сторона, и сторона российская, потому что где-то более 15 лет, говорят, они не обсуждали такие вопросы, так четко не ставились вопросы, связанные и с ценовой политикой, и с другими вопросами, которые возникают. И вроде бы есть общее понимание, будем сотрудничать, и в процессе работы будем как бы регулировать ситуацию. Цена изменится в этом году, в прошлом году? Мы знаем, что 6 рублей было, да, за килограмм. Ну, это 6 рублей за килограмм, это для перевозчиков было, наверное. А так, в общем, по становлению Кабинета Министра, цена в этом году определена за килограмм мандарин 21 рубль. Значит, 20 рублей лимонные и 5 рублей нестандартная продукция. В прошлом году было 19 рублей. То есть, вот разница вот в этом. Что касается оборудования для майнинга, какая работа проводится к старственным таможенным комитетам в этом плане? Какие показатели по изъятному оборудованию? Именно, как понять вопрос? По изъятному оборудованию, какое количество изъятов складировано? Ну, то, что изъято, там у нас небольшая часть, 63 штуки, насколько я знаю, из того, что незаконно завозилось. То, что с сокрытием завозили, то, что попалось. Вот, значит, по всем заведены административные протоколы. Вот, материалы находятся в дознании. Вот, к сожалению, до уголовного дела они не тянут, потому что у нас законодательство такое, что вот если там не превышает какую-то сумму, она облагается только штрафом. Вот, вообще в общей сложности, наверное, вот мы все время говорим, за весь этот период было завезено, значит, официально. 66 857 майнингов. А вывезено на сегодняшний день, тоже официально, я говорю, значит, 27 124 штуки. То есть это составляет фактически где-то около 40 процентов? От всего завезено, официально. 63 это за какой период времени? 63 это с момента выхода постановления о запрете функционирования и ввоза на территорию Суббики Абхазии оборудования для извлечения криптовалют. Есть ли у вас проблемы с техническим оснащением? Если есть, как они решаются? Расскажите, пожалуйста. Ну, это, наверное, самый такой вот злободневный вопрос для нас, потому что, чтобы полноценно проводить работу на границе, нужны технические средства таможенного контроля. Такие технические средства, к сожалению, у нас они отсутствуют. Естественно, они стоят определенных денег, больших затрат. Но мы резко ощущаем нехватку этого оборудования. И, например, образно, чтобы вы понимали, если идет большегрузная машина, вот на нем груз. А вот, скажем, там внутри находится контрабандный какой-то груз. И чтобы убедиться, что там есть контрабандный груз, эту машину всю нужно разгрузить, потом обратно загрузить. А вот у наших коллег на той стороне стоят, например, сканеры, которые, значит, может полностью отсканировать. Все как наглядно у телевизора видно, какой груз везет данный транспорт. Вот, в связи с этим, с этими проблемами мы обратились к руководству страны, есть взаимопонимание. Я думаю, что мы уже даже вышли на заводы, где изготавливают этот товар, который нам необходим. И я думаю, что в ближайшее время эти средства, которые нам необходимы, будут у нас уже функционировать на границе. Есть такая тенденция, что молодежи рвется работать в таможне. С чем это связано? Вообще, скажите, хватает ли вот молодых кадров? Как вы решаете? Значит, реализация кадровой политики – это одно из основных направлений таможенной политики. В связи с этим, значит, конечно, у нас функционирует комиссия. Есть определенная процедура. Молодые люди, которые изъявили желание служить в таможенных органах, а вы знаете прекрасно, что служба в таможенных органах, она является, как бы, такой приоритетной для нашей молодежи. И должны пройти определенную процедуру данные люди. Естественно, после прохождения, значит, и набора определенных баллов, они защищляются в резерв кадров. И после этого, значит, когда появляются вакансии, эти ребята в порядке очередности, они, как бы, назначаются на той или иной должности. Работа, конечно, всем это интересно. Естественно, вот почему они рвутся, я думаю, наверное, они тоже информированы, что есть здоровый климат в таможенном коллективе. Естественно, они хотят служить вот в этих подразделениях. Вот вы сказали, что они ждут в порядке очереди. Вот сколько приходится ждать? Вот в среднем? Честно вам скажу, это, значит, мы как можем определить долго-недолго, потому что вакансия как освобождается. У нас вот буквально недавно, значит, пенсионеры наши, так будем говорить, по нашему положению прохождения службы, значит, после 50 лет, значит, наши должностные лица, они уходят на пенсию. Вот в случае ухода на пенсию, скажем, в случае перевода, вот, только так могут освобождаться. Или кого-то, если мы по служебной проверке в дисциплинарном порядке наказали, там, освободили, уволили, там, вот, все освобождается место, вот тогда тот человек, который ждет своего часа, вот он может попасть на службу таможенных органов. Понятно. Только так. Что касается таможенных платежей, планируются ли изменения в их размерах вот в ближайшее время? Ну, в ближайшее время никаких изменений не планируется. Нету таких предпосылок для того, чтобы сегодня, учитывая экономическое положение нашей страны, наших граждан, да, по крайней мере, мы не являемся инициаторами повышения таможенных платежей. Хочу поблагодарить вас, всех журналистов, за столь пристальное внимание к нашей службе. Вот, и надеюсь, мы смогли в полном объеме ответить на вопросы, которые вы нам задали. И руководство таможенного комитета готово всегда сотрудничать с вами. У нас двери всегда открыты. И благодарю. Спасибо большое. Действительно, ни от кого ничего не скрываем. Все в открытом доступе. Поэтому, еще раз повторюсь, большое спасибо за сегодняшнюю пресс-конференцию. Всегда готовы отвечать на вопросы. И не только в таком формате, но и в личном, как говорится, общении. Спасибо большое. Пресс-центр завершает свою работу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok